всем привет всем привет отличного вам вечера я уверен что было интересно уверен что было интересно какие есть сначала вопросы что непонятно чтобы хотели узнать уточнить сразу вот прям сразу что что-то непонятно буду очень рад вам ответить так что давайте друзья чтобы хотели спросить сразу давайте какие есть идеи какие вопросы что нам нужно с вами обсудить какие задачи перед нами стоят сразу сейчас поехали все уточняем спрашиваем спрашиваем работаем и идем дальше 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 для того чтобы посмотреть что у нас происходит итак дорогие друзья сегодня была сессия 3 основной посыл сессии 3 что мы завершаем работу с прошлым и начинаем активно изучать работу с настоящим вы мне спрашиваете роман откуда ты знаешь что это все работает много любого руководителя спросите и скажите с чего начинается достижение цели достижение цели начинается с первое с анализа текущей ситуации ретроспективного анализа а прошлого и агрегирование прошлых результатов с учетом сегодняшних ситуаций на будущее каждый год каждый квартал компании выставляют планы не происходит чудес происходит методическая работа по составлению и прогнозирование будущего причем ты понимаешь что когда у тебя что-то не хватает ты просто добавляешь ресурсов и тогда реалистичность и подход к реализации цели возглавляет происходит гораздо быстрее ты формируешь свою цель дальше тоже все самое с человеком сегодня мы с вами проговорили о том какими вы станете первое с чего началось я хочу и вы сейчас уже скачали домашние тетради рабочие чтобы вы поработали над упражнением которые вы делали вчера называется персональная инвентаризация это упражнение не про дела это упражнение про ваши ценности чтобы ваши ценности смогли смогли чтобы через ваши ценности мы смогли добраться до самых главных задач чтобы с ваших ценностей мы смогли двигаться вперед вот это на мой взгляд, самое главное. И как раз ваши дела... Телефон нормальный. Ты выглядишь очень свежо, выглядишь очень подтянто. По-моему, ты даже немного похудел. Я не знаю, но весы показывают, что да, я за этим не гонюсь, но да, наматывают вниз. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходило за наши с января месяца? Ты уже три месяца в потоке. Да, я в потоке и не могу с него слезть, в общем-то. То есть первый поток, он так, в общем-то, накрывает, накрывает. У меня действительно был замечательный первый поток, особенно первый день, когда я в 4 утра вернулся с корпоратива, а в 8 он начался. Так что первый день я не помню. На третий день было тяжело, на четвертый пришло озарение, да. Куча инсайтов, понимания. Ну, наверное, мне больше всего второй поток дал. И не столько формирование своей стратегии, сколько именно книги, фильмы, которые ты рекомендовал, они изменили мою жизнь полностью. То есть я вообще, как мне тут сказали недавно, интроверт и пессимист. Пессимиста я знал, а интроверт нет. Вот. Но меня люди не узнают вообще совершенно теперь. Вот. И я главный оптимист в своих компаниях, потому что вокруг меня полные пессимисты теперь. Вот. Поэтому все вот эти установки, которые давались в ходе и первого, и второго потока, то есть модуля, они в жизни пригодились. То есть никаких чудес, оно работает. То есть секрет работает, если честно, но есть то, о чем там не сказали, и есть более важное. То есть вот эти все мысли, оно все работает. Поэтому большое спасибо. Я что-то в первом потоке не доработал, успел ко второму это сделать. Что-то во втором не успел, поэтому я на третий, пока я не пошел, я у себя доделаю. То есть я выполняю цели, которые поставил. И в принципе мне приходится еще энергией заряжать всех, кого я вокруг, в моей сфере влияния, так сказать. А почему... Пожалуйста, вот ты сейчас куратор, я вижу, как ты активно работаешь в группе, читаешь процесс выполнения людей. Что ты чувствуешь, когда ты вновь переживаешь вот эти ощущения первого потока? Ну, во-первых, безусловно, это освежение... Это как снова вернуться в школу. В общем... Back to school. Да, back to school, освежение эмоций, освежение, в общем-то, знаний. Порой, во-первых, там часть материалов поменялась, и интересно это все слушать и слышать, и снова себя... То есть не секрет, что после каждого потока, когда он заканчивается, немножко драйв, он падает скорость. Здесь оно как бы позволяет снова в этот ритм войти. Ну, и плюс я такой по жизни был всегда перфекционист. Хочется, чтобы все было качественно, и пытаюсь людей помочь и направить в нужное русло, потому что те ошибки, которые я совершил, я не хочу, чтобы другие совершали. Ну, почему я на это пошел? Ну, у нас было задание на каком-то из потоков, благородная цель. Делать добрые дела. Да, теперь я понимаю, и мне, в принципе, легко. Молодец. Костя, огромное тебе спасибо. Спасибо за тебе, за твой труд, который ты вкладываешь. Спасибо всем кураторам. Продолжай быть с нами, и огромная тебе благодарность. Я с вами. Друзья, вот если вы скачаете рабочую тетрадь, там первое задание, это трансформирует вчерашнее упражнение в ценности. Время для себя обязательно важно. Мир изменился. Мы в другом мире живем. Мы сейчас предоставлены сами себе. Находите это время. Даже если вы в квартире, в однокомнатной, со всеми вместе, с детьми, с женами, с собаками, кошками, хомячками, со всеми остальными, найдите себе 30 минут времени для себя. Первый вариант. Лечь попозже. Но это не самый лучший. Второй вариант. И самый лучший. Встать пораньше. Знаете, у кришнаитов есть такая классная вещь. Кто встает в 4 утра, Кришна ходит по земле и раздает всем благость. Харе Кришна, Харе Рама. У православных, я могу сказать, что службы в монастырях начинаются в 2, в 3, в 4 уже вовсю идут службы. Поэтому монахи встают рано. И давайте так. Есть, по-моему, чудесная книжка, мне кто-то о ней говорил. Она называется «Магия утра». Поэтому, друзья, если вы сейчас стали работать на удаленной работе, вы на карантине, пожалуйста, ложитесь раньше, вставайте раньше. Или это время утром, оно фантастическое, оно настолько дает вам много энергии, настолько можно много всего сделать, настолько это время, которое вы дарите его себе, вы можете подумать, заварить себе вкусный чай, присесть к окну, вообще поразмышлять, пока никто вам не мешает. Тишина. И это то самое лучшее время, чтобы думать и работать. Напоминаю себе, напоминаю вам, что мечтать, это вообще важнейшая вещь. Мы так давно не мечтали, я помню в детстве, о чем только я не мечтал, и о том, чтобы быть астрономом, и о том, чтобы посещать планеты, и о том, чтобы строить корабли, и о том, чтобы быть морским офицером. Я мечтал, и никаких ограничений. Вот представьте, что я бы сейчас стал мечтать быть морским офицером. На меня посмотрели, сказали, покрутили, вы сказал, «Ром, ты что там совсем, что ли?». А тогда я не парился об этом, тогда я мечтал. Когда мы были совсем молодым, мы мечтали о новых машинах, о каких-то там нереальных доходах, о каких-то вещах, которые сегодня являются абсолютно реальным. Я недавно мы были у дедушки с бабушкой в доме, и там у них есть телефон. Знаете, такой телефон, который с трубкой, с номеронабирателем. И вот дочка моя говорит, слушай, пап, что такое? Я говорю, это телефон. Она говорит, а как с ним? Я вот ее учил, как это пальцем набирать. Слава Богу, она знает мой номер наизусть, и вот она попыталась набрать номер. Это было, конечно, интересно. Как все меняется, как все происходит вокруг нас. Мечтайте. Мечтайте о своем будущем, о будущем вашей семье, о будущем ваших детей. Но пока, знаете, пока ты голодный, ты не можешь накормить другого. Но факт. Напитайтесь эмоциями сами, намечтайтесь. Потом помечтайте вместе с детьми. Как это делать? Очень просто. Перед тем, как укладывать их спать, давай с тобой помечтаем. А что бы ты хотел? А как бы ты видел наше прекрасное будущее? Что ты думаешь, будем делать завтра? А как бы ты хотел? Вопросы. Простые вопросы дети откликают. Жены откликаются еще лучше. А если вы жена, то мужчины откликаются тоже лучше. Так, дальше погнали. Управление жизнью. Мы с вами поработали с прошлым. Прекрасно, думаю, поработали. Я успел почитать некоторые ответы. Молодцы. Классно. У кого пустые страницы, это значит, вы соврали. Соврали, в первую очередь, самому себе. Потому что у всех есть о чем вы поговорите, подумайте с прошлого. Если пустой лист, значит, не серьезно подошли. Если пустой лист, это значит, не подумали. Вернитесь, проработайте эти вопросы. Сегодня я вам задал вопрос. Еще раз. Почему вы здесь? Я хочу сказать, что большое спасибо. Благодарю тех всех, кто утром мне пишет свои инсайты в частных письмах. Вот каждый раз, когда получаю такое письмо, мы пытаемся докопаться до коренной проблемы. коренная причина того, что происходит. Очень серьезно поработать с этим упражнением. Эмоциональный интеллект. Я надеюсь, что вы уже поняли принцип работы. Когда у нас есть несколько значений, мы эти несколько значений заносим в таблицу и шкалируем их. Я себе честно отвечаю на вопрос, как у меня обстоят с этим дела сейчас. От единицы до десяти. Я реально представляю вот эту шкалу и понимаю, так, на пятерку вроде как бы тянет, на семерку уже нет, значит шестерка. Да, шестерка. Как бы ты хотел? Конечно, я бы хотел семерку. Вопрос. А что я получу? Что я получу, если я вдруг это сделаю? Ради чего мне впахивать? Ради чего мне стараться быть лучше? Ради чего? Зачем мне вообще нафиг? Это ваша персональная стратегия? Отвечая себе на этот вопрос, вы рождаете в себе внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация позволяет вам испытывать состояние аффекта от того, что вы любите то, что вы делаете. Понимаете? Аффекта в хорошем смысле слова это такие эндорфины тяжелые, как говорил сегодня Андрей в пометун, в программе. Это то, что дает вам гормон радости. Лучшее понимание себя, соотнесение своей жизни со своими целями это и есть наполнение нашей гормоны. Любая пирамида масла. Все простое, потом выше. И вот это выше, самоактуализация, самопонимание, самоосознание. Это то, чем мы занимаемся с вами. Управление эмоциями, управление гневом. Как сейчас, как есть, как хочу. Инструменты молчать, не самооправдываться. Два раза сказали. Находим книжку Стивена Кови, скачиваем и читаем. Покупайте. Не бойтесь покупать книги. Любые вложенные 200-300 рублей в книги вернутся вам со стоицы. Но зато у вас совесть чиста. Вы взяли и купили книгу. Это кайф. Это значит, и автор что-то получил, не зря он поработал. И это ваше состояние удовольствия от того, что вы работаете с ним. Тайм-менеджмент. Жду от вас завтра. Лягушки, слоны. Как мышка, выгрызайте там все. Ставьте себе тортики, придумайте любые другие атрибуты, управление временем. Главное, чтобы вы сами кайфовали от этого. Любая книга по тайм-менеджменту. Тут можно скачать интернет. Прайвеси. Парадигмы поведения. Есть очень хороший, а какими парадигмами поведения живу сейчас я? Чьи они вообще? Мои, мои жены, моих детей, моих родителей, тещи, зятей, неважно кого. Вот чьи они? Почему вы так себя ведете? Что вас заставляет себя вести так? Ценности ли? Или навязанные извне? Или модели, которые вы посмотрели в кино? Кстати, я сегодня, кстати, знаете, поймал себя на мысли такой интересной. Когда я делал вот эту рабочую тетрадь и пересматривал наш курс, я каждый день пересматриваю курсы, чтобы что-то в них посмотреть, добавить, чтобы было о чем с вами поговорить, я вспомнил. Одним из самых моих любимых фильмов в моей молодости, когда я был студентом на первом, на втором, на третьем курсе, был фильм «Девять с половиной недель», в который играла фантастическая Ким Бессенджер и бесподобный Микки Рург. И вот образ этого героя, образ этого мужчины в какой-то степени, наверное, был впитан мной как ролевая модель. И мне было очень, наверное, интересно, и как-то я думаю, что я эту роль для себя примерил. Вот мы с Костя говорил как раз про второй поток. Вскоре после окончания первого потока у нас будет второй поток, и все, кто захочет, пойдет на второй поток, но там будет всего десять мест. Там мы будем впервые подходить к понятию роли. Роли – это те ипостаси человека, которые он воплощает в своей жизни. И вот помните, да, кто я? Вы уже впервые почувствовали, что это такое роль. Это то ваше упражнение, о котором мы говорили. Итак, парадигмы поведения, работаем над ними. Отличная практика заменить то, что по праву взамен, вместо того, чтобы требовать кого-то дать. Дальше у нас идут с вами табличка. Табличка фантастическая, она очень хорошо заходит. Вот не просто быстро ответьте, а размышляйте. Размышляйте над каждым моментом своей работы. Вот делайте все осознанно. Не торопитесь. Хорошая фраза – замедление. Что это значит замедление? Не быть… Я не понимаю, что там нужно сделать. Нет. Замедление – это значит, мир течет своей скоростью, а вы в голове более осознанно. Не торопитесь. Вы осмысленно продолжаете получать удовольствие от жизни, но чуть более медленно. Итак, главная мысль дня. Продолжаем, формируем. И самостоятельная работа. Свод, анализ. Я уверен, что вы слышали слово «свод, анализ» триллион раз в своей жизни. Но впервые, возможно, может быть, кто-то нет, но впервые, возможно, вы будете применять его к себе. Я вам дал вопросы. Все вопросы есть в вашей рабочей тетради. Задавайте себе вопросы и отвечайте. Эти вопросы для разминки. Но самое главное, вот важный момент, который я хотел сказать. Свод, анализ. Свод, анализ можно делать целиком, вот свод, анализ. А можно пойти глубже. Вот на самом деле я предложил вам в рабочей тетради есть, и в лекции тоже есть. Вот я даже не знаю, как мне нарисовать четырехмерный график, но, наверное, он будет вот примерно так. Если мы говорим здесь карьера, карьера, или бизнес. финанс. Так, дальше. Здоровье, важно. Здоровье. Отношения и финансы. Отлично. Прям очень заходит на второй курс. Отношения и финансы. Вот смотрите, если представить человека вот такой многомерной личностью, то свод, анализ общий должен, по идее, включать четыре ответа на каждый вопрос. Но я вам рекомендую сделать четыре разных свод, анализа. Свод, анализ по здоровью, по отношениям, по деньгам, по работе или по бизнесу. Это более глубокая задача, более глубокая. Но только от вас зависит уровень, на какой вы хотите узнать себя, на уровень, на какой вы про себя прогрузиться хотите. Вот хотите прогрузиться на себя круто, далеко, глубоко, прогружайтесь. Хотите оставаться на поверхности, болтаться, болтайтесь. Ваша жизнь. Я лишь вам говорю, как можно. А ваше желание взять, использовать и пойти дальше. Итак, сильные стороны. Зоны развития, возможности и угрозы. Важный момент проработать над окном возможностей. Чтобы проработать над свод, анализом, лучше всего взять четыре чистых листа, ой, восемь чистых листов и прямо работать на листах, а потом их разложить перед собой в комнате и прямо получить кайф. Вот соотношение с сильной стороны, и возможностей, вот здесь они схлопываются в окно возможностей. Окно возможностей это то, куда вам предстоит направить все свои усилия, всю свою энергию для того, чтобы добиться успеха. Ну, собственно говоря, наверное, вот и все. Надеюсь, что у вас был щелчок во время этого курса, инсайты и самое главное, что я печальные новости хочу вам сказать. сегодня вечером наши кураторы будут очищать нашу группу. Завтра утром из группы будут удалены первое, все те, у кого нет персональных страниц. Второе, все те, у кого персональные страницы есть, но нет ни одного выполненного задания. И завтра вечером будут удалены те, у кого персональная страница есть, и есть только задания от первого дня. Соответственно, мы схлопываемся, дальше идет интенсивнее, важнее и круче. Мне очень хочется, чтобы у вас внутри была группа, которая прям реально хочет работать. Я вас всех обнимаю, желаю вам прекрасного вечера. И еще одна важная задача. Сегодня каждый из вас вечером, после того, как выполнил домашнее задание, или завтра в течение дня, обязательно пишет пост в своем публичном паблике на своей странице Facebook. И пишет, и делится со всем тем, как он переживает, что он чувствует в процессе нашей работы во время персональной стратегии. Итак, я жду от вас посты в ваших персональных пабликах, обязательно отметить меня, Роман Дусенко, она подтянется, кликните, и я увижу, что вы написали про нашу персональную стратегию. Если вы хотите отметить ваших кураторов, я тоже вам буду благодарен. Поэтому, друзья, сегодня вечером или завтра утром, ваша энергия, ваши эмоции, выплеснутые вовне, расскажите людям, что вы стали уже чуть-чуть другой. Расскажите, какие вы переживаете эмоции. Мне не надо, чтобы вы меня хвалили. Расскажите, что вы переживаете, что вы для себя открыли, какие инсайты вы себе получили. Вот это для меня самое главное, чтобы вы стали лучше. Берегите себя, берегите своих близких, старайтесь сделать так, чтобы карантин, на котором мы все находимся, принес для вас больше пользы. Это время прекрасное для того, чтобы уделить его близким, своим детям, своей семье, включить размышления, смотреть фильмы со смыслом, смотреть, слушать музыку со смыслом. Не просто слушать музыку, а разбираться, что там за музыкант, какова история группы, что являлось главным этим. Посмотрели фильм, посмотрели, какой сюжет он был вызван, обсудите с близкими, почитайте книги своим детям перед сном, просыпайтесь раньше, станьте проактивным, используйте эту возможность для того, чтобы стать лучшей. Всем большой любви, я вас всем желаю прекрасного вечера, жду от вас много-много сердечек, чтобы всех сегодня вечер сложился прекрасно. Это было завершение сессии 3, прямой эфир, персональная стратегия, бесплатный курс, открытый для всех. Скоро мы пойдем на второй этап, как только закончится первый курс. В пятницу будут презентации ваших персональных стратегий. До встречи завтра в 21.00 на открытии четвертой сессии. И еще самое главное, мои дорогие, завтра у нас будет экватор. Фактически экватор, вы дошли, все те, кто сегодня с вами, дошли до середины. Я вас благодарю, поздравляю, вы молодцы. Пока.